Вот на карте. Сейчас приложите карту, плат проезда, держите за закроем поезд. Проверку городских автобусов на наличие терминалов безналичной оплаты провели сразу на трёх остановочных пунктах Владивостока. Боляева, Луговая и Железнодорожный вокзал. За два часа сотрудники администрации проверили более 20 машин. Не увидели терминалов в двух из них. Проезд 23 рубля висит на дверях. То есть я подозреваю, пассажиры могут оплачивать по 23, да? И нет безнала. Штрафы по результатам проверки предстоит выплатить руководителям двух автопредприятий Владивостока. Без терминалов оказался один автобус 62-го маршрута и один 4-го. Проверяли санитарное состояние и работу оплаты безналичной приёма оплаты за проезд. Результаты в принципе положительные. Выявлено два транспортных средства, где не работало. Не работал безнал. Компаниям будут за это применены соответственно штрафные санкции. Будем проводить дальше работу, чтобы везде всё это было хорошо. Платит компания, потом сама уже там разбирается и сходи туда. Специалисты отмечают, что некоторые перевозчики прямо говорили, что готовы устанавливать терминалы только после повышения тарифа за проезд. В итоге без валидаторов были целые маршруты, а люди не могли рассчитаться за проезд картой. Теперь ситуация меняется, однако городскому транспорту есть куда стремиться. На выпуске около 600 рублей. Безналичные оплаты. Поехали уже около 400. Перевозчики получили на руки 700 терминалов. Если учесть, что ежедневно на линию выходит 550-600 автобусов, этого количества достаточно, чтобы безналичная система работала везде. А вот повышение тарифа на проезд сразу на 5 рублей горожанам, конечно, не понравилось, но шока не вызвало. Александр, пользуетесь часто автобусами городскими? Какими маршрутами? Тихая, боковая и не и куда. Как оцениваете работу автобуса? Отлично. А что вы? 28 рублей повышение тарифа как-то? Повышение? Ну, я не знаю, уже бы если округляли, то уже до 30, наверное. Не накладно для вас? Да, не знаю даже. Терпимо. Артур, часто автобусами пользуетесь городскими? Я приезжу, я ухожу по 2 дня буквально. А, ну, уже проездили? 28 рублей, как вы считаете, много это или мало? Ну, я вообще житель Хабаровска, поэтому это дешевле, в принципе, чем на Аскорите. А в Хабаровске сколько? 30. 30? Уже до дней до вечера. Да? То есть 28 терпимо для вас? Да, для меня нормально. А состояние как автобуса в нашем пассажире? Ну, я еще особо много не пытался, но не бывает. Пойдем вам. Достаточно нормально. Однако и после повышения тарифа перевозчики ради своих интересов идут на, что называется, дополнительные меры. Так, во время рейда было выявлено неочевидное для пассажиров нарушение. На маршруте номер 13К вместо больших автобусов работали автобусы малой вместимости. Специалисты отмечают, что конкретно в автобусах этого маршрута заявлен большой или средний класс машин. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Новости на Восьмом.